Ребята, всем привет! Давайте я сперва, наверное, зачитаю его слова. С 2019 года будет начат переход к преподаванию на английском языке отдельных естественных дисциплин в 9 и 10 классах. В результате все наши выпускники будут владеть тремя языками на уровне, необходимом для жизни и работы в стране и в глобальном мире. Тогда и возникнет настоящее гражданское общество. Человек любой этнической группы сможет выбрать любую работу вплоть до избрания президентом страны. Казахстанцы станут единой нацией, сказал президент в своем послании народу Казахстана. Вообще надо сказать, что одно с другим никак не связано. Английский язык и гражданское общество – вещи далеки друг от друга вообще. Что такое гражданское общество? Это когда люди самоорганизовываются, объединяются ради решения каких-то своих общих целей. Это самоорганизация, идущая снизу. А как у нас водится в Казахстане больше двух не собираться? А иначе, ну конечно, можно объединяться под флагами Нур-Атана или других проправительственных, полугосударственных, общественных объединений. Но кто туда пойдет? Потому что, естественно, это искусственные организации, которым уже мало кто верит. Но те, кто действительно хочет решить те или иные вопросы, они объединяются и пытаются сквозь асфальт пробиться. Но когда власть видит, что то или иное объединение выходит за рамки, начинает критиковать их, начинает говорить о коррупции в стране, это общество, она сразу закатывает его под асфальт. Мало того, что это гражданское общество, вопреки ситуации, через асфальт кое-как пролезает, и когда власть начинает видеть угрозу в них, она тут же пускает их под асфальт. Опять закатывает их еще одним слоем, чтобы вообще не вылазили. Ну вот такая у нас ситуация. Вообще, если буквально понимать послание президента, то получается, что вот эти 10-11 классники, которые выйдут выпуститься со школы, будут знать английский язык, у них появляется возможность стать президентом. Но только тогда, когда им исполнится вообще-то 40 лет. Ну и что это получается? Это что, мы должны еще ждать? И старый президент будет еще столько же? Ну это же какая-то комическая ситуация. Я вообще не понимаю, кто пишет такие послания президенту. Администрация, вы проснитесь, это просто со стороны выглядит комично. Ну и последнее. Конечно, если обернуться вокруг, можно найти людей, которые бы могли составить конкуренцию и быть кандидатами в президенты хоть завтра Казахстана, например. И когда мы говорим о том, что нету никого, такое ощущение, да, создается. И этому хорошо постарались наши власти. Вот эта вся пропагандистская машина, она создала ситуацию и иллюзию, что кроме Назарбаева никого как бы и нету. Все выжжено. Ну да, все выжжено. Власть так постаралась, что никто не вырос возле Назарбаева. Хотя он, как если он уж лидер, если те, кто ему поклоняется, он должен был уже подготовить преемника хотя бы, и чтобы этот преемник был у всех на виду. Но мы этого же не видим. Вот. И что получается? Кандидат в президенты у нас один. Опять Назарбаев. Да, вот будут те кандидаты, которые выучат английский язык, но это лет, наверное, через 25, через 30 это произойдет. А до тех пор мы будем, наверное, лицезреть нашего Солнцеликова. А вот смотрите. Вот, если вы так поклоняетесь, если у нас Назарбаев действительно илбасы, тогда почему вы смотрите на ситуацию так, что если Назарбаев уйдет, будет хуже? Как это так можно построить вообще страну, если он лидер нации, если он прозорливый человек, который все предусмотрел? И вот он уходит, и будет хуже. А какой же тогда он лидер? Понимаете, здесь нету логики. В общем, у кого есть что сказать, оставляйте свои комментарии под видео, будет интересно почитать. Диалог всегда лучше, чем что-либо. Ну и ставьте лайк, кому понравился ролик. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok